Девушки отдыхают Здесь есть несколько мест, где можно найти работу Вот это элеватор, допустим Более недавно на нем была знакома с владельцем Есть, как называется это, мясник, короче, там, ну, несколько человек там работает Знаменитый такой магазинчик, скажем так Приезжают туда люди отовсюду заказывают Особенно охотники Школы у них нету, церквей полно Воня приезжает на автобусе, забирает детей в школу, да? Сколько у тебя детей из Сан-Грегора? Чудак 10, да? Ну, нормально Ну, хорошая, уютная деревушка такая Да, у них кабак свой есть, между прочим, бар Там спиртное разрешили им продавать и все на свете Ресторанчик, они там кушают Ресторанчик И вот мы поворачиваем на север, поедем в другую деревню А здесь вот справа вот очень хорошее озеро Я всего пару раз здесь выезжал, все, руки не доходят Здесь гусь собирается капитально осенью А рядом, видите, вот прицеп стоит Здесь площадка тоже наш знакомый И у него, ну, его дочь училась с нашими детьми в одном классе И у него своя фирма про грузоперевозку И здесь он свои прицепы оставляет И вот мы его спросили как-то один раз Он, конечно, говорит, идите, охотитесь Ну, просто я не хотел, чтобы напугались люди, знаете, стреляешь А рядом кто-то на машине подъедет И ничего не поймет, откуда война Ладно, а мы едем на север Пока Итак, въезжаем на пригорок Приближаемся к деревушке Аннахайм называется Таких названий очень много и в Соединенных Штатах, и по Канаде Если в гугл забить Вот здесь вот большая фирма производит Видите, такие прицепы для перевозки грузов Сыпучих грузов в основном Но они, конечно, сделают что угодно, если им заказать Но в основном мы этим занимаются И здесь очень много рабочих места Ага, очень многие люди здесь работают Когда-то два брата организовали все это Вот заказывают колеса металл сюда А здесь уже на месте режут, варят Посменно работают Вот слева их офис То есть все Ага Мы не будем заезжать, к сожалению, в эту деревушку Ну, что в ней хорошего есть? Школа есть в ней Да, своя собственная школа большая Средняя Чего еще есть? Нормальная деревушка, короче Да Наша дочь со своим другом здесь живут Нашли домик И сняли его в аренду Охотники нам попались в оранжевом Навстречу Вчера открылся сезон Вот такая вот деревушка А вообще Почему мы уключили камера? Потому что, знаете, какой-то сволочь внутри Поет песенки Вот там внутри вот так сидит такой сволочь Душа называется А песенки поет всякий веселый Потому что едем на охоту, бляха-муха Едем на охоту Как чмы оделись так Потому что на улице непонятно Был зима такой А сейчас потом был немножко весна такой А теперь вообще так это Холодно, короче Ветер с севера А мы чуть-чуть на север продвинемся Сейчас немножко 10-20 километра Найдем хорошие кусты И пойдем охотиться Потому что вчера открывался сезон На Беложопе и Олешке И мы У нас было так пару хороших мест Возле дома недалеко так Исключительно хорошие места И мы там можем пойти И так Олешке поискать немножко Но мы очень хитрые Мы не хотим просто пойти И так бум-бум и убить Мы хотим поохотиться для душа И поэтому поедем туда Смотрите там впереди Как будто туман Как будто это Снег идет Или что-нибудь Не знаю Вот туда неизвестные Молочные дали Мы, короче, и поедем Мы такие шагали и дали Что хрен там нас найдешь Короче Как песенка поется Правильно? Все, едем на охоты Бляха-буха Оказывается, здесь ужасно сильный ветер Очень-очень сильный Северо-восток такой дует По съемку несет Буран прямо настоящий Ну ничего Погода воровская Тетя Оля заряжает мелкашку Говорит, будет стрелять рябчиков Или зайчиков Если попадутся Вот мой карабин Вот мои патроны Вот моя деревня Вот мой дом родной Запасные патроны на карман Это я весь такой красивый Шапочку пришлось на ходу менять Какую-то, блин Противную Оранжевую нашел Оделся налегке я сегодня Никакие ни куртки, ничего Просто несколько рубашек Теплых кофточка Вот это Это и это И тут ушло одна кофточка С замочками они, короче Как американцы советуют Леерами Знаете, если жарко Раз там расстегнул один Еще жарко Еще другой расстегнул Можно снять И так это Ага Ну, жарко, наверное, не будет Но больше всего я боюсь Что будет Все равно жарко Когда ходишь Спотеешь И по-холоду плохо Так, ну и все Заряжаем Карабин И пойдем Тяжело, тяжело их так брать Мы почти никогда здесь не берем оленей Ну, в этом-то и весь Такой Кайф, знаете Потому что сейчас Такой сильный ветер Ну, представляете, что они сделают Они в лесу не залягут Потому что в лесу Очень шумно Деревья шумят, да И они ничего не услышат Они лягут на кромке Леса Ну, на какой кромке, конечно же С подветренной стороны Чтобы они против ветра Все могли видеть А лес могли прослушивать Если через лес кто-то придет И поэтому они нас увидят Если мы будем подходить А если подветрен Ну, хоть как Или увидят Или услышат И всегда они скакивают И убегают Но в этом весь кайф Мы их пытаемся перехитрить И посмотрим Что у нас сегодня получится Зачем вообще идем Не знаем Так убивать особо не хотим Ничего Но Пробзется нужно, правда? Правда Ну и все тогда Пожелайте нам удачи Так, специально включил, ребята Хочу вам показать Задиры Смотрите А тут смотрите На земле что творится Смотрите 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 Зайчик Везде-везде ходил Он здесь живет Он здесь живет Ну смотрите Смотрите Что он творил Здоровый Смотрите Он ветки обломал Как воевал Видите? И вот этот куст Видите? Полностью сломал Тоже задирало А потом нашел Покрепче дерево И вот Рогами Следов много Очень много следов Тропы настоящие Походим Смотрите Что творится Смотрите Здоровые рогачи Блин Живут здесь Мы конечно долго спали Идет моя добытчица Буран поднимается Те Те Оля не сдается Как настроение Оля Хорошо А что нас ждет Дома после охоты Сауна Лежки 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 Все Истоптано Смотрите Как он рыл Как он рыл Как он рыл Ребята Одиночка Самец большой Живет Бляха Здесь живет Пустили рогача Блядь Рогач ушел Рогач ушел Рогач ушел Рогач ушел Керпо верюся уже вторая сутка и фрейтеры шурбанов брели по блинские дорожки со следы оленей всякие разные крупные мелкие очевидно был что олени присутствовал но уже этот блинский поход заколебал хорошие это очень уставший и фрейтер шурбанов все равно потихоньку и не сдавались и надеялись на чудо вот так продолжался репортаже короче посмотрите блин ну посмотрите на елки-палки а ну шоце такое это же его ее какой крупный парень я варен борзеет борзеет а смотрите смотрите еще здесь творил смотрите видно нет перерыв переломал пусты блин бушевал сломал нет болен парень сексуально возбуждена гону сейчас оля вот прямо там где ты идешь там рябчик или куропатка на деревья где-то села может слева немножко от тебя может там чуть сзади от тебя так ну в том регионе если хочешь поищи не хочешь не надо и и и и и и и и ну чего не будем делать ну а ты как последний бой рогач ушел болин из того лесочка еще один ушел один жал в этот лесок самка Боли, самка. Не буду стрелять ее. Самка. Боли, да? Куда же самец наш делся, а? Куда же рогач делся? Ёлки-палки. Боли. Боли. Боли, да вот же рогач, уже рогач. Самка сюда ушел, значит. Ах ты, Боли, да? Фу, ёлки-палки. Да. Ну ладно. Первый день на оленей два рогача видели. И одного безрогого. Первый рогач вроде ничего был. Я его в оптику даже поймал. Ну, через кусты как-то неохота было стрелять там еще в живот, куда-то или в зад. А этот, я его видел хорошо, но в оптику я его не поймал ни разу. Вот за кустиками, за кустиками шел плавно. Молодой был. Крошки там небольшие были. Скажу так. Так, а вон уже уволили, ребята. Ну ладно, пойдем тогда. Все. Закончилась чудесная охота. Творят. На открытом, под кустиками ложатся. Вот так, видите? Ветер оттуда дует. Он оттуда все-все чует. Слышит, да? А тут просматривает. Так лежит, вот так и смотрит. Ага, чтобы никто не обидел. Если охотники оттуда приехали по дороге, или пришли оттуда, или оттуда, он все видит, сука. И издалека раз снялся за кустиками и ушел. Вот кадр, барин, а? И как их, не знаю. Но вот как я пришел, так нормально. Это как мертвая зона, знаете, такая. Подкадываюсь сбоку, чтобы и не учуял, и не увидел. Но, не везуха. Пока. Не везуха. Ага. Ну ладно. И так неплохо. Всего-то, блин, полдня побегали. Сейчас где-то 2 часа дня. Ага. И видели. Трех штук. Субтитры сделал DimaTorzok